Уроки по изучению Библии Надеюсь, я не шокирую вас, когда скажу, что христиане, даже хорошие христиане, не всегда ладят между собой, где электрические лампочки, там всегда будут виться насекомые, где собаки, там всегда будут блохи, где люди, там всегда будут недоразумения и разногласия. Даже если эти люди христиане, даже если они хорошие христиане. В Деяниях апостолов в 15 главе с 36 по 40 стих мы читаем. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Помфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божьей. Вопрос надо ставить не «что делать, если христиане конфликтуют», а «что делать, когда христиане конфликтуют». Сегодняшняя беседа построена вокруг двух сестер в филиппийской церкви, которые не ладили между собою – Еводия и Сентихия, а в них мы читаем в 4 главе во 2 стихе. Ранее Павел подчеркивал важность единства филиппийских христиан. В 1 главе в 27 стихе мы читаем. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Во 2 главе 2 стихом написано. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Некоторые думают, что те общие наставления ввели к этому конкретному случаю разлада. Так это или нет, но первые 3 стиха 4 главы выдвигают на первый план важность согласия между христианами. То, как Павел решает эту ситуацию, поможет нам узнать, что делать, когда братья и сестры во Христе конфликтуют. Сначала Павел создает положительный настрой. Он заверяет филиппийских христиан, всех, включая двух находящихся в ссоре сестер, в своей любви. Прежде чем поучать, он хвалит их. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные», читаем мы в 1 стихе. Ни один стих в Библии не исполнен большей теплоты и любви. «Братья», написано здесь, это братья и сестры Павла, все они в одной семье, у всех их один отец, говорит Павел. Он также называет их возлюбленные, они возлюбленные, братья и сестры Павла. Здесь используется греческое слово, и это слово, форма от «агапетос», переведенное как «возлюбленные», образовано от особого слова со значением «любовь», «агапе». Бог использовал это слово по отношению к Своему Сыну в Евангелии от Матфея, 3 главе, 17 стихе. «И се глаз небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», читаем мы там. Чтобы подчеркнуть, как сильно он, Павел, любит этих братьев, этот термин он использует здесь дважды. Также используется слово «вожделенные», это значит, что они желанные, любимые братья и сестры, которых он очень хочет видеть. Это греческое слово апостол использовал для описания того, как Епофродит жаждал вернуться домой. В послании филиппийцам 2, 26 мы находим следующие слова. «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Павел тоскует по своим филиппийским друзьям. Наконец, он называет их здесь «радость» и «венец мой». Они желанные, возлюбленные братья и сестры, вызывающие улыбку на его лице и гордость в сердце. Они его радость, одна только мысль о них делает его счастливым. Об этом он уже писал в 3 и 4 стихах 1 главы. Они также его венец, наивысшее достижение его жизни. Использованное здесь греческое слово «стефанос» означает «венец победы и торжества». Для венца, как символа правления, у греков было другое слово, это слово «диадема». Вы хотите помочь двум христианам примириться? Тогда не начинайте с указания на их недостатки. Начните с заверения, что вы любите, действительно любите их. Прежде чем повлиять на их волю, вы должны тронуть их сердца. Филиппийская церковь была венцом Павла, лавровым венком победы. Но в этом венке был шип, две сестры с серьезными разногласиями. Апостол подходит к этой проблеме со своей обычной прямотой. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Синтихия может означать «удачливая», «счастливая», а Еводия — «преуспевающая». К несчастью, в тот момент они были на грани духовного банкротства. Синтихия может также означать «приветливая», «любезная», а Еводия — «сладкое благоухание». Однако в то время они были чем угодно, только нелюбезными, и источали далеко неприятный запах разногласия. Второе действие Павла — это прямое обращение к проблеме. Обычно недостаточно просто обнять поссорившихся друзей и сказать, что вы любите их. Нужно также призвать их разрешить свои разногласия. Кто такие Еводия и Синтихия? Мы не знаем. Некоторые пытаются сделать этих двух женщин представительницами двух групп в Филиппийской церкви — иудеев и язычников. Но нет никаких оснований считать, что это было именно так. Скорее всего, что это были просто две сестры, неладившие между собой. О них мы имеем следующее позитивное сведение. Павел тепло отзывается об этих женщинах, потому что он пишет в третьем стихе, что они «подвязались в благовествовании со мною». Словом «подвязавшимся» переведено два греческих слова, которые означают «боролись вместе со мной». Некоторые, прочитав это, приходят к выводу, что эти женщины публично проповедовали вместе с Павлом. В таком случае получилось бы, что Павел противоречит своим наставлениям в других местах, что во время церковного богослужения женщины должны молчать. Он об этом пишет в 1 Коринфянам 14, 34 и 35, а также в 1 Послании Тимофею 2 главе стихи с 8 по 12. У Еводии и Синтихии было много других способов подвязаться вместе с Павлом в благовествовании, кроме проповедования. В 1 главе Павел говорил об участии филиппийцев в благовествовании от первого дня даже до ныне, стих 5. Речь шла о материальной помощи Павлу, а не о совместной с ним проповеди Евангелия. В той же главе Павел призывал всех членов филиппийской церкви стоять, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, говорит 27 стих. Разумеется, никто не сделает вывод, что апостол велит каждому быть публичным проповедником. Не все мужчины обладают талантом проповедника. Многие проповедники могут с большой теплотой рассказать о женщинах, которые не проповедуют, но тем не менее принимают участие в их трудах благовествования. Я бы начал со своей матери и жены и затем составил длинный список, включив туда множество верных женщин, которые вдохновляли меня и оказывали всяческую помощь. Женщины могут по-разному распространять Евангелие, помимо того, чтобы стоять за кафедрой, включая преподавание слова в неофициальной обстановке. С самого начала существования церкви в Филиппах женщины играли в ней важную роль. Первыми обращенными была женщина и ее домашняя, читаем мы в 16 главе «Деяния апостолов» с 13 по 15 стихи. Эта женщина, Лидия, сразу же открыла свой дом перед Павлом и его друзьями, и он стал местом собраний церкви, читаем мы в «Деяниях» 16.40. Ее пример наверняка вдохновил других женщин этой общины, и они тоже стали участвовать в господних трудах. Еще один положительный факт о Еводии и Синтихии в нашем тексте – это их имена были записаны в книге Агнца. Об этом Павел говорит в третьем стихе. Говоря о том, что эти две женщины участвовали в его трудах, он вспоминает прочих сотрудников, работавших вместе с ним. И он добавляет «С Климентом» 4 глава 3 стих. Некоторые отождествляют этого Климента со знаменитым Климентом Римским, который упоминается в ранних невдохновенных христианских писаниях, но этому нет исторического подтверждения. Этот Климент был, по всей вероятности, членом Филиппийской церкви и помощником Павла. Вместе с Климентом апостол вспомнил и других верных служителей Божьих. Боясь кого-то пропустить при перечислении, он говорит «и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни», читаем мы в третьем стихе. Книга жизни – это запись всех верных на небесах. В Евангелии от Луки в 10 главе в 20 стихе написано «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Мы с вами можем не знать, кого Павел имел в виду, но Господь знает их имена в его книге. Эти слова подразумевают, что имена Еводии и Сентихии тоже были среди записанных на небесах. Это должно было дать двум этим сестрам несколько побудительных мотивов к примирению. Во-первых, по сравнению с тем, что их имена были записаны в книге жизни, их личные проблемы были пустяковыми. Во-вторых, так как обе они направлялись на небеса, где будет только согласие, то почему бы им не начать жить в мире уже на земле? В-третьих, они должны были знать, что имена их написаны не вечными чернилами, и если они не прислушаются к наставлению Павла, то их имена могут быть изглажены из книги жизни. Мы с вами читаем в книге Откровения в 3 главе в 5 стихе «Побеждающий обличется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и перед ангелами его». Еводия и Сентихия имели позитивную сторону в своей жизни, но, к сожалению, Павел вспоминает этих женщин в связи с тем, что они не ладили друг с другом. Эта сторона их жизни угрожала зачеркнуть все то хорошее, что они сделали. Я попытался поставить себя на их место. Как должно быть унизительно было слышать упоминание своих имен в письме, предназначенном для чтения перед всей общиной, потому что Павел для всей церкви филиппийской написал это послание. Как вы думаете, им, наверное, было бы стыдно узнать, что люди во всем мире до сих пор читают об их проблеме. Их ситуация заставила меня задуматься, а что, если бы о моей жизни была написана одна строка, всего одна строка, которую бы продолжали читать и две тысячи лет спустя? О чем бы в ней говорилось? Как было бы печально, если бы это были слова «он не ладил с другими». Почему Павел особо указал на этих двух женщин и их разлад? Уж, конечно, не для того, чтобы поставить в неловкое положение своих бывших сотрудниц. Вероятно, он это сделал потому, что знал, что раздор между двумя членами церкви может перекинуться еще на двоих, а потом еще на четырех, пока не поразит всю общину. Я видел, как это происходит, и думаю, вы тоже. Проблему между двумя христианами нужно устранять сразу, не дожидаясь, пока она не разрастется. В чем же расходились Еводия и Сентихия? Да уж вряд ли в доктринальных принципах. Некоторые авторы ссылаются на послание филиппийцам 4 главу 2 и 3 стихи, когда учат, что нужно идти на компромисс в доктринальных вопросах. Но Павел велел филиппийцам твердо держаться слово жизни, как написано во 2 главе 16 стихе. Улаживая доктринальные проблемы, Павел обычно называл эту проблему и указывал на заблуждение. Вот некоторые места об этом. Римлянам 6 глава 1 и 2 стихи, 2 послание Тимофею 2, 18. Нет, в случае с Еводией и Сентихией, видимо, произошел конфликт двух личностей. Ревностные работники в деле Господнем часто имеют твердое мнение относительно того, что и как следует делать. Поставьте их работать вместе и разногласий не избежать. За мой более чем 50-летний стаж проповедования я повидал много, слишком много конфликтных ситуаций в церкви. На каждое расхождение в вопросе вероучения приходится сотня разных мнений. О проблеме двух сестер в Филиппах мы поговорили в общем. Теперь пора поближе присмотреться, как Павел улаживает взрывоопасную ситуацию. Мы уже отмечали, что он начал с похвалы и что не побоялся открыто указать двум сестрам на их духовную проблему. Позвольте развить эти мысли. Павел стал действовать. Он не проигнорировал ситуацию в надежде, что она как-то уладится сама собой. Очевидно, он занялся проблемой, как только узнал о ее существовании. Он не стал ждать, пока вся община расколется на две партии. Он не принял в сторону ни одной из этих женщин. Каждой из них он обращает одно и то же слово. Возможно, одна из этих женщин была больше виновна в разладе, чем другая. Так часто бывает. И тем не менее, вина в той или иной степени лежала на обеих. В детстве мы с братом иногда ссорились, как часто ссорятся братья. Когда появлялась мама, как всегда в таких случаях, мы оба начинали оправдываться. Это он первый начал. Мама не пыталась разобраться, чья вина была больше. Она просто говорила, чтобы поссориться, требуется двое. И тогда попадала нам обоим. Когда стычки возникают между христианами, то Библия учит, что каждый должен сделать первый шаг к примирению. Тот, кто считает себя потерпевшим, должен пойти к своему брату. Евангелие от Матфея в 18 главе в 15 стихе содержит такие слова. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Тот, кого обвиняют в неправоте, также должен пойти к брату. Мы читаем в Евангелии от Матфея в 5 главе стихи 23 и 24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Ни один, ни другой не имеют права сказать «пусть он придет ко мне». Павел подчеркнул важность устранения разногласий. Он призвал обеих женщин мыслить тоже, то есть преодолеть разногласия. Как приятно слышать согласованное пение, и как неприятно, когда все поют в разнобой. Та же фраза, эта фраза звучит по-гречески «то ауто фронтейн», во второй главе втором стихе переведена «имейте одни мысли». Это повелительное наклонение, как и в большинстве наставлений Павла, в четвертой главе с первого по девятой стихи. Христианин не может сказать «хочу, буду жить в согласии со своими братьями и сестрами», а «хочу» — нет. Это нам повеление от Бога. Иногда христиане думают, что до их размолвок никому нет дела, но проблема в общине касается всех. Раздоры не только вредят тем, кто в них вовлечен, они также создают плохое впечатление о церкви у посторонних и отталкивают неверующих. В первом послании к Коринфянам 1.13 мы читаем «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» А вот что записано в Евангелии от Иоанна в 17 главе в 21 и 23 стихах. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Господь хочет, чтобы мы жили в мире друг с другом. В Евангелии от Марка в 9 главе в 50 стихе читаем «Соль — добрая вещь, но ежели соль не солена будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе», написано в Псалме 132 в 1 стихе. «Господу ненавистен сеющий раздор между братьями», говорит книга притчей 6, 19. Павел напомнил обеим женщинам, что они в Господе, как сказано в современных переводах. Фраза «в Господе» или ее эквивалент была у апостола «любимой». Ее мы находим в этой же главе, в 4 главе филиппийцам, в 1, 2 и 4 стихах. «Еводия и Сентихия крестились во Христа. Во Христе и Иисусе они были детьми Божьими в соответствии с посланием Галатам 3, 26. Во Христе они были благословлены всяким духовным благословением, как говорит Ефесианам 1, 3. Во Христе и Иисусе они были окружены любовью Божьей, римлянам 8, 39. Для нашей беседы самое главное то, что во Христе они были одно тело, как говорит послание к римлянам, 12 глава, стих 5. И поэтому они должны были быть одно во Христе и Иисусе. Галатам 3, 28 стих. То, что они были во Христе, давало им общую почву для встреч. Стоя, как бы сказать, у основания креста и глядя вверх, в лицо того, кто умер за них, они должны были соединить руки в прославлении Господа, а не смотреть враждебно друг на друга. Христиане должны стараться сами преодолевать разногласия. Но иногда, чтобы разрешить конфликт, им нужна помощь. Очевидно, Павел считал, что с Еводией и Синтихией был как раз такой случай. Он не пытался уладить их проблемы из Рима. Он попросил надежного друга в Филиппах поработать с ними. Да, прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, читаем мы в третьем стихе. Слово, переведенное «сотрудник» по греческой «сидзеге» состоит из основы «дзигос», то есть ярмо, и предлога «син», означающего «с». Буквально оно означает «впряженный в одно ярмо с». Даются также переводы «соработник» и «соратник» в других современных переводах. Много времени и бумаги потрачено на догадывание. В этом случае Павел использует игру слов, как в письме к Филимону в 11 стихе. В таком случае Павел как бы говорит «синдзигос, будь достоин своего имени». Однако это имя не встречается нигде в древней литературе. То, что Павел не назвал своего друга, может показаться немного странным, но это не единственный случай, когда апостол не называет по имени ключевые фигуры. Можно посмотреть 2 Коринфянам, 8 главу, 18 и 23 стихи. Олег Мотьер высказывает интересную мысль. Он пишет «Искренний сотрудник остается анонимным, чтобы тут мы могли встретить свои имена, показывая этим, что мы должны быть всегда на чеку, дабы вовремя распознать и затем излечить раковую опухоль разобщенности церкви». Мы не знаем, кто этот человек, но он, несомненно, имел опыт в таких делах. Теперь Павел надеется, что он внесет согласие в эту ситуацию. Скажите, что может быть трудней и важней? Сегодняшняя беседа учит многим важным истинам. Я надеюсь, что вы запомните хотя бы следующие четыре. Во-первых, Господь хочет, чтобы Его народ жил сообща и в согласии. Во-вторых, к сожалению, поскольку церковь составлена из людей, разногласия неизбежны. В мультфильме «Земляные орехи» молодой герой по имени Линус говорит «Я люблю человечество, вот только людей терпеть не могу». Эти слова можно видоизменить применительно к церкви. «Я люблю братство, только вот братьев терпеть не могу». Иногда даже хорошие христиане не ладят с другими так, как положено. Истина третья. Когда разногласие все же возникает, есть правильный и неправильный пути для его устранения. Любовь, терпение и бескорыстие должны присутствовать во всем, что мы говорим и что делаем. И, наконец, проблема между двумя членами церкви должна волновать всех членов этой общины. Мы должны стараться быть миротворцами. Об этом нас учит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в девятом стихе, где написано «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok